поехали итак это запись запись то как мы делаем тайминг время и как мы расставляем сегменты мы сейчас будем рассматривать пятое шестое видео в ютюбе с первой сессии микс нас и там уже английский есть английский там даже есть даже где-то тибетский я уже не помню это давно я и напарница или нам не помогала тоже она делала эти видео есть субтитры что от вас требуется если вы заметите английские ошибки предложениях все может быть потому что мы были очень уставшие мы работали очень много над этим на одну минуту уходила на где-то 15-20 минут чтобы отредактировать английский и тибетский очень много уходило времени чтобы сделать этот текст сейчас нам нужно отредактировать субтитры тайминг и и и сегменты хорошо я вам сейчас буду показывать алгоритм как заходить да потом людмила мне вышлет свой email и у вас будет тоже приглашение оксана вам уже выслали приглашение и так мы сначала я делаю и сейчас я найду вот вы значит вам придет такое сообщение по насылали youtube вот так я делаю share screen и так вот вам видно да на ваш е-мейл придет сообщение вот такое вот youtube youtube invitation нажимаем вот вот такое вам придет сообщение и вы нажимаете принимать приглашение все принимает приглашение и сейчас вот и вы сразу же она вас выкинет в этот вот сюда да ну я у я уже excepted я уже приняла приглашение вы примите я нажимаю go to channel вот и вот такое у вас окошко следующее мы идем вот здесь видите сбоку и здесь написано субтитры subtitles вот они нажимая на subtitles субтитры и тут все видео сессии микс наца это старые и новые все сессии которые есть ваше видео по моему на пятой страничке сейчас я нажимаю вот здесь внизу раз два три четыре четыре вот есть вот здесь 6 класс 6 абидарма класс 6 людмила это ваше видео можно начать с вас да например нажимаю на класс 6 сейчас я вас раскрою это потому что он не было у нас раскрытый потому что давно видите 4 октября так я нажимаю duplicate и выходит субтитры вот они assign timings вот вот так у вас будет субтитры вот здесь они вот у меня есть еще мандалу людмила вы знаете мандалу у меня есть текст мандалы на английском я могу вам выслать чтобы вы знали если хотите то можете вставить мандалу но не обязательно можно просто вот первый кусочек вот тут в начале просто пропустить я потом повставляю и отредактирую окей что мы что мы делаем когда мы сюда заходим самое первое вот тут видите edit the text вот тут три точечки есть видите три точки нажимаем и тут написано download subtitles то есть мы сначала загрузим на всякий случай от греха подальше но не переживайте я уже сейчас загружаю да все у меня уже есть копия вот я ее загрузила у меня есть копия но на всякий случай себе на компьютер загрузите да потому что иногда может интернет не сработать или еще что то вот у вас есть копия что subtitles там есть они никуда не делись субтитры есть дальше что мы переходим вот один сегмент и я вот смотрю до две строчки да но вы видите тут нет ни пунктуации тут лишь бы я писала лишь бы написать да то есть там переслушиваешь ну то есть не очень брежно я сделала работу моя вина что как мы редактируем значит hey guys ну например нужно мне поставить здесь здесь кто говорит говорит стэнли чен мы ставим квадратные скобочки и ставим с ч с с и вот так его инициалы потом я ставлю большую букву hey hey guys запятая здесь гона и с not acceptable то есть гона это не они английским из голен тебе нужно исправить говен че говен тебе the last quiz of this term но черн это обшипка это мои ошибки мои ошибки черн кей черн из черн из черн таки что я еще сделаю я еще обиде не увидите здесь как с абзаца я беру здесь нажимаю и объединяю в одно такое предложение hey guys this is going to be the last quiz of this term is the last quiz of this term точка большая буква so so please try to give some good answers точка okay потом я нажимаю play и слушаем может вы услышите hey guys this is gonna be the last quiz of this term ok еще вот вот здесь видно время да и что можно сделать видите на войну я навожу курсор он становится вот таким плоским не не крестиком а плоским должен быть и вот так я нажимаю и растягиваю до следующего субтитра чтобы они немножко были по подольше и так обратно я могу вернуться сюда и вы увидите субтитры они стоят чуть-чуть подольше hey guys this is gonna be the last quiz of this term so please try to give some good answer all right sorry this is number five yeah class number five can you can you hear me ok дальше мы переходим к следующему предложению all right то есть это продолжает стэн ли чем говорить нам не нужно это обозначать квадратными скобки вот так вот считаем all right запятая wait wait sorry запятая sorry точка this is number five е можно е ну типа да это как оговорка ее можно удалить она нам не нужна ok и здесь нам по 5 класс и тут нужно видите повторять ну он как бы оговаривается но нам не обязательно это в субтитрах да нам самое главное нужно чтобы были нормальные нормальные alright wait sorry this is number five class yes so number five number five number five можно удалить точка дальше он спрашивает can you can you hear me и снова видите повторяется can you can you ну он видимо заговаривается да ну нам это не обязательно можно удалить а не фирме а вопросительный знак вот все вроде бы сейчас пустые места уберу все окей и так вот сейчас интересный момент можно так же объединять два сегмента вот видите ну как-то так ми вот здесь осталось как непонятно не при делах можно их объединить а они объединяются что я делаю а should I continue yes ok you are good very good ok сейчас мы послушаем should I continue yeah yes ok great great хорошо ok он говорит should I continue я беру копирую это should I continue copy копирую и сюда вставляю видите потому что место позволяет нам нужно две строчки заполнить I тоже с маленькой буквой мне стыдно за свою работу извините девочки вот здесь мы тогда удаляем и пишем в квадратных стопочках студенты students ну потому что там разные студенты говорят да и делаем так красивенько объединяем они говорят yes запятая окей и точка окей теперь нужно прослушать потому что мы тут поколдовали над субтитрами например, здесь мы объединили чтобы время совпадало я слушаю снова он сказал сюда континью где-то на вот здесь в этом моменте я могу растянуть вот здесь это время и могу еще раз прослушать ой 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 sorry this is number five yeah class number five can you can you hear me should I continue yeah great great first question what's the definition what he said он что-то сказал по-китайски в общем мы пропустили это вот и дальше он продолжает опять квадратных скобочках мы ставим стенды чем скобочку и first question what the definition of the other factors those are not compositional factors вот все ну вы видите на экране да он спрашивает вот из этих личинов а за фактерс и она тут же есть мы ставим вопросительный знак все я могу еще объединить сделать по длине и предложения потому что видите она как бы двойное сделать как бы по длине и вот так вот чтобы оно вошло в одну строчку просто убираете ну как удаляете да можете поиграться поймете еще на всякий случай а и вот здесь внизу вы видите да он голубеньким сегмент потому что мы над ним работаем он короткие можно его удлинить чтобы он подольше был на экране вот так точно также можно редактировать время вот здесь просто меняя секунды допустим я нажимаю паузу я вижу здесь какое время вот время показывается здесь и можно редактировать время вручную здесь или может просто двигать вот этой палочкой она так легче но мне легче а также дать вручную случаи и мы ставим квадратную скобочку студент и исправляем большое количество стихи и вот это значит вручную стихи и вот это значит что ты не букву. Все, тут видно в одно предложение, нормально. И вот так, Геша Майкл Руч, инициалы GMR, когда Майкл Руч будет говорить, вы увидите на экране, вот здесь он начинает говорить, он начинает свои учения, это просто начало. Я могу немного пробежаться, да, допустим, посмотреть, когда начался урок. Например, здесь, вот, это уже пошла Абидарма, да, тексты Абидармы. Я могу вам скинуть эти тексты, вот, что они разбирают в классе, да, что вы потом найдете тоже в тексте, что они, что Майкл Руч указывает. Вот, и давайте послушаем, что он здесь говорит. Абидарма, абидарма, абидарма. Здесь какой-то студент говорил, еще раз мне нужно прослушать, я извиняюсь. Здесь, вот, здесь открываем, допустим, скобочку квадратную, и ставим нациалы GMR. Вот, это Майкл Руч говорит. Абидарма, который может быть помuis�ем. Абидарма, абидарма, абидарма. Вот, здесь вы. И вот здесь можно еще раз прослушать. И опять же, видите, все молчат, а субтитры ушли, да? Но можно их удлинить, чтобы людям была возможность прочитать подольше. Я удлиняю время. Вот так вот. Все. И даже когда он закончит говорить, субтитры еще останутся. И все. Значит, голоса, которые мы не понимаем, мы ставим в студент. У нас два основных. Это Стэнли Чен, это его книга, которую он переводит. И Майкл Роуч, который обучает его, как переводить. Окей. Все. После того, как вы завершили, допустим, у вас нет времени больше ничем заниматься. У вас другие дела. Что мы делаем? Показываю. Опять возвращаемся вот сюда. И download subtitles. Опять загружаем субтитры. Потому что, чтобы ваша работа не пропала. Вы поняли, да? На всякий случай. Загрузите, пожалуйста, от греха подальше. Загрузили. Окей. Дальше мы нажимаем вот эту синюю кнопочку. Называется Publish. Окей. Нажали Publish. Все. Оно загружено на YouTube. Окей. В следующий раз, когда вы вернетесь, опять же, тот же алгоритм. Находите это же видео. И потом у вас вот так высадят два окна. Вы идете вот сюда. Edit. Нажимаете. И у вас это тоже самое открывается. Окей. Опять, когда завершили работу, обязательно загрузите, чтобы ваша работа никуда не пропала. Она очень и очень ценная. Ваше время очень ценное. И потом обратно нажали кнопочку Publish. Все. Готово. Да? И можете выходить, закрывать и потом обратно входить. Все. Включайте свои микрофоны и задавайте вопросы. Олечка, спасибо большое. В принципе, все очень доступно. Ну, как для меня. Я надеюсь так, что поняла все. Единственный вот вопрос. Когда мы удлиняем субтитры по... Насколько я поняла, что субтитр один заканчивается и тут же должен начинаться следующий, да? Чтобы на экране постоянно был текст. Я правильно поняла? Да, пожалуйста. Потому что вот представьте себе, да? Вы читаете субтитры, да? Человек быстро проговорил, а вы не успели еще прочитать. А там же будет еще тибетский нужно читать. Вот. И чтобы людям было удобно читать, да? Не только слушать, но и читать. Поэтому, да, удлиняйте. И даже если это молчание идет или какие-то там голоса или, ну, неважные рассуждения, то все равно удлиняйтесь, оставляйте важный кусочек. Хорошо. А как поступать в том случае, если вдруг какие-то у меня сомнения, правильно ли я услышала слово, если вот вдруг какие-то у меня сомнения? Как это место выделять, например, может быть, для... Или там просить о помощи, чтобы... Ну, бывает такое, что, например, Я не думаю, но, например, что-то... Как тогда поступать? Хорошо. Сейчас я вам поделюсь, как я делаю абидарма. Сейчас. Вот у меня... Я открываю себе отдельную страничку. Вот здесь, да? И блокнотик, да? И я просто копирую время. Я копирую время, где я сомневаюсь. Потом фразу, ну, сегмент, в котором я сомневаюсь, да? И у меня еще есть ссылка на YouTube, на это видео. Вот. Я, может быть, вам пришлю вот абидарма, вот такая ссылочка. И я обычно вот скидываю ссылку и свой вопрос. Прям... Можно пока мне скидывать, да? Но потом я вас добавлю в группу транскрайберов, и там очень много. И английско, ну, англо-носящие люди. Вот. Только там нужно только на английском общаться. Потому что там все только через английский мы общаемся. Не вопрос, да. Да. И там можно задать. Please help. Did I understood? И они уже видят минуты. Есть ссылка на видео. Они заходят на это видео, сразу же нажимают на это время и проверяют, да? Что было непонятно. Но на данный момент постарайтесь хотя бы что-нибудь сделать, да? Вот как пойдет у вас этот процесс, да? Это у нас старая сессия, поэтому не переживайте. Если будут вопросы, пишите мне. И мы с вами вместе разберемся. Но так очень легко открывайте себе блокнотик или какую-то страничку рядом, да? И скидывайте какие-то минуты. И потом вы можете мне присылать. Оля, я не понимаю, что там это. Разъясни. Хорошо. Я быстренько зайду. И там несложно мне сразу же посмотреть быстро. Там минут два-три займу. Олечка, скажите, а вот это сейчас, это у вас что открыто? Это вот где, откуда вы это скопировали? Это те субтитры, которые вы даунлоуд, да? Это у меня Абидарма 11b. Я понимаю. Это вы где сейчас его открыли? А, сори. Это на макбуке есть блокнот. Ага, блокнот, я поняла. А получается, это тот текст, который вот вы говорили, три точечки, сразу надо даунлоуд, сабтайтлс. Это вот он, вот это, вот это то, что загружено. Я правильно поняла? Да, даунлоуд, это вы загрузили, и у вас этот файл загрузите себе в папочку или где-то на окошко бросьте, чтобы она у вас всегда стояла. Потом, как вы завершили свою работу, пожалуйста, обратно загрузите, тот файл можете удалить, он уже не нужен. Поняла. Поняла. А этот, который вот самая последняя ваша работа, сохраните, пожалуйста. Чтобы ваша работа никуда не делась, даже вот эта квадратная скобочка, и то, что вы напишите, что это Стэнли Чен говорит, а не Геша Майкл, ну вот видели, да, сплошной текст идет. А вы уже будете там ставить очень многие важные вещи, и они очень ценные, очень ценные. И я вот Людмиле объясняла, что у нас, получается, не уходит очень много времени просто даже написать английский или тибетский, да. Вот. А еще же нужно это отредактировать после меня, после меня от личницы нужно отредактировать. Вот. Потому что, когда дошел такой текст в такой форме до Инны Иванины, она, конечно, она не может себе позволить такие вещи исправлять за мной, ну, пунктуацию, сегменты, время выставлять, скобочки. Она не может этим заниматься, она не будет, у нее нет времени, она, то есть у нас переводчики, они очень, очень важные, мы должны их сценить и хранить. Вот. Но пока я, я вот, у нас тоже не очень много таких людей, чтобы нам всем помогали, чтобы это наконец-то, да, может быть, до Нового года мы все это сделаем и отправим на перевод. Вы очень важны. Понятно. Понятно. Будем стараться. Я, конечно, ну, буду стараться. Единственное, можете ли озвучить какие-то сроки есть? Вот, как бы, вот вы даете нам это видео, да, пятое, я так поняла, у меня будет. И какие временные лимитсы? Давайте, может быть, до середины декабря, если у вас получится. А реальные, скажите, вот, на когда надо, на вчера? Да, все, все нужно было еще вчера. Естественно, чем, ну, чем быстрее, тем лучше. Как можно раньше, правильно? Да, как можно раньше, да, да. Мы не забываем, что вы тоже волонтеры. Плюс это очень хорошая практика для вас, и тогда у нас будет больше транскраберов. Чем больше транскраберов, тем меньше у нас будет нагрузки. Вы понимаете, да? Потому что у нас уже переводчиков очень много, но у нас есть смарткат уже начинает переводить, правильно? А как бы, а транскраберов у нас мало. Я вот и говорила Людмиле, что этот, эти видео будут переводить 9 на 9 разных языков. То есть, мы сейчас редактируем видео, на которые будут переводить на 9 разных языков. То есть, 9 разных стран сидят и ждут этих субтитров отредактированных, а мы еще с ними колбасимся. Ну, понятно. Поэтому мы очень важны и очень ценны. Хорошо. Будем делать. Потому что мне как-то вот хочется, я так посмотрела запись. Конечно, у меня все равно еще не складывается в голове вообще, вот как бы, что такое MixNuts. Я вот понимаю, да, там переводы, книги, переводы, но у меня еще нету цельной картинки, вот чем этот проект полностью до конца занимается. Ну, я думаю, я со временем пойду. Пойду. Майкл Руч, это очень ценный учитель, который нас всех обучает, как переводить эти древние книги. Вы понимаете, что это, есть очень много синонимов, очень много значений одного слова, да. И он, получается, учит именно так переводить, то есть он подтверждается разных источников, почему именно такое слово они выбрали для перевода, да, чтобы не утерять смысл текста. То есть тут смешанные орешки, это там, где Майкл Руч обучает, как правильно переводить, переводить книги, чтобы не терять... Я так понимаю, с тибетского на английский. Ваши на английский, да, первоначально с тибетского на английский. Все, понятно. Это начальный источник, это настоящая книга Абидарма, и он обучает, как ее переводить. То есть они уже переведены Абидарма в ИСИА их, уже изучаем их, вот, но он обучает людей, чтобы, когда его уже не будет, вот, чтобы мы продолжали это делать, чтобы мы учились, как переводить правильно эти книги, чтобы не терять смысл. Это очень важно. Важно правильно понять, потому что, ну, духовные книги, они же не так пишутся простым языком, поэтому их, во-первых, понять нужно умом своим, да, а потом еще вот то, что ты понял, еще суметь передать, чтобы и другим можно было понять. Ну, и при этом, как я понимаю, еще не искажая, да, не искажая. Конечно, конечно. Главный смысл, да, главный смысл, вот, не искажать, вот, это очень важно. И там Майкл Руч, он подтверждает разными источниками, из разных времен, разных тысячелетий, разные ламы, он берет из PCIP архивов и подтверждает, что все ламы говорили об одном и том же, ну, то есть, то есть он подтверждает, что почему именно этот перевод, там вы можете ее увидите, когда Майкл Руч, он показывает скрины еще разных источников, там будут в скобочках написаны, что есть какие-то еще идет подтверждение источников, что это именно такой должен быть перевод. То есть он полностью обучает, да, и плюс еще Майкл Руч, он как-то сказал в одном из уроков, он говорит, вот тут мы сидим, сидим, переводим, переводим, вот, что-то работаем, наработаем, а на самом деле мы сеем самые очень мощные семена, они даже мощнее, чем сохранить жизнь человека. Да, это, конечно, круто. Страшновато, но надеюсь, что справлюсь. Очень страшно, очень тяжело. Обращайтесь ко мне, я рядом, будем за дружкой держаться, вы мне очень-очень сильно нужны, и давайте будем держаться все вместе и доведем эти... Да, порядка, и отдадим уже... Отдадим уже переводчикам, да, уже отдадим, чтобы уже девять стран начали переводить уже, и это уже доносить до людей, чтобы они тоже видели, какую кропотливую работу делают переводчики, да, что это на самом деле это мощь. Хорошо? Понятно, хорошо, Олечка, спасибо вам большое. Будем потихоньку... Людмила, есть вопросы? Я не знаю, как я, вот, мне надо все это открывать и смотреть вот практически. Хорошо. Вышлите мне, пожалуйста, свой e-mail в чат, вот, у меня уже время заканчивается здесь, вот, я вам вышлю вот эту запись, то есть вы можете обращаться в эту запись. Я еще могу вам прописать алгоритм, да, как заходить, но вы уже видели по записи. Вы можете включить запись и посмотреть алгоритм, как заходить и как выходить. Как заходить, это не проблема, я записала тоже, да, там на записи, просто я вот, знаете, технические моменты, вот, я очень плохо улавливаю, поэтому мне надо посмотреть, попробовать. И, не знаю, но завтра я, да, завтра я вот начну. Хорошо, не проблем, зайдете, посмотрите, понравится, не понравится, пишите мне, хорошо, там, Оля, я не могу, хорошо, ничего страшного, кого-то другого найдем, хорошо, не переживайте. То есть попробуйте, если у вас получится, если вы словите кайф от этого. Ну, да, мне, конечно, хотелось вам помочь, вот, да, я постараюсь там разобраться. Но, главное, чтобы вам было это приятно и интересно. Ну, я вообще люблю все это делать, но только не техническое, вот, это для меня очень сложно, поэтому у меня всегда проблемы с этим, вот, а так, конечно, вот, такие вещи, там, переводы, транскрибация, конечно, я люблю это. Ну, ты же, в принципе, ничего такого технического, вы увидели, лишь какую-то сложность, что я показывала, что делать? Просто, я же говорю вам, Оля, мне надо вот это попробовать, делать, потому что я сейчас начну делать, вот это не получается, то не получается, я не знаю, что делать. Да, поэтому я завтра же утром, я включу это и потренируюсь, если что-то непонятно будет, спрошу. Хорошо. Постараюсь я вам очень помочь. Хорошо, все, тогда жду я тогда завтра, я вам сейчас скину эту запись, я вам скину алгоритм, ну, правила, правила, и посмотрите, получится, не получится, пишите, звоните. Обязательно, я прямо вот завтра, прямо обязательно в первую половину я начну это делать и напишу вам, как это, ну, если что-то непонятно, может, мы там еще раз объясните или по записи рассмотрим. Хорошо, я постараюсь все это научить. Хорошо, звоните. Ага, и вот у меня вопрос там был по этому, когда текст идет вот в рамочке, там должно быть две, две, три строчки, да, какое-то ограничение? Те или одна, одна или две. Две, ну, я там даже, по-моему, три видела, вот вы понимаете, да, что мне говорят? Да, 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 три, три не нужно, три это ошибка, нам нужно это исправлять, эту ошибку, вот. Оля, это три нельзя, чтобы было в самом кадре, а вот в этом ограниченном рамочке текста, там было три. Да, 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 да. Про эту рамку говорю. А, сори, да, чтобы на экране вы смотрите, чтобы на экране была одна-две строчки, а что там в этом, там можно... Не важно, да? Да, 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 да. Понятно, 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 хорошо, спасибо, Оля, я очень постараюсь помочь вам в этом, я понимаю, как все это, и чем более у вас. Ну, если у вас получится, и если вы словите кайф на этом, то вы станете очень-очень-очень ценными. У нас сейчас переводчиков очень много, а вот транскрибера... Транскрибировать я буду обязательно транскрибировать, но вот это меня вот технически пугает, насколько... Ну, вы там видели, что мне даже нужно исправлять мой английский, что я там написала, терм, а не терм. Тоже исправляйте ни запятых, ни точки, ни больших букв вообще, непонятно, первокласс какой-то писал. Поэтому исправляйте себя, потом дадите мне по попе. Оля, что это такое? Я буду стараться. Ну, так мы все учились, я тоже в самом начале, это ж нужно все зайти, и вот это... Я тоже не технический человек, я вообще не дружу с этим, я этого... Каменного века человек, понимаешь? Ну, тут наловчилось, получилось. И сейчас еще лучше получается. Это мои старые субтитры, поэтому я вам даю, чтобы вы потренировались, да? Там, если получится, не получится. Если у вас получится стать транскрайберами, это будет вау. Нам нужны такие люди, вы будете очень ценные люди. Понятно. Хорошо, я вас обещаю, у нас уже заканчивается запись. Хорошо. Хорошо, Оля, спасибо вам большое. И вы сбросите все ссылочки, видео, текст сбросите, да? То есть будет нам куда-то... То есть в текст ссылку вы получите приглашение на e-mail. Я уже даже все загрузила, я уже это все посмотрела. Я имею в виду, вы сказали, видео или текст вот тоже какой-то еще пришли. Да, просто вам вышли правила, да? Да, да. Чтобы выставить, что и как, там все написано, мы говорили, две строчки, чтобы субтитры были объединены, не было пропусков, вот. Там все написано, все правила, но они только на английском эти правила. Ну, вы поймете. Ничего страшного, ничего страшного. И все. А заходите в YouTube, вам придет на e-mail. Поэтому, Людмила, пожалуйста, обязательно пришлите мне сейчас ваш e-mail, чтобы я попросила Инну, чтобы она вам выслала приглашение. Все, обнимаю вас, спасибо вам огромное, Ангелы, спасибо вам огромное. Буду ждать от вас в следующем. Если что, звоните, Оля, там то-то, сё-то, все хорошо. Все бросаю, буду вам помогать. Хорошо, будем все вместе делать. Хорошо? Спасибо. Хорошо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok